Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. Добро пожаловать в шахматную школу Евгения Гринеса на очередной видеоурок из серии «Самые полезные шахматные партии». Партия, которую я хочу вам сегодня показать, завершает, по крайней мере, пока тему современной защиты. И, кроме того, она интересна позиционной жертвой пешки и последующей позиционной игрой белых в этой партии. Сразу хочу сказать... Я читал комментарии некоторых людей, которые пишут, что слишком медленно говорит диктор. Ну, во-первых, если вы хотите послушать дикторов, вам надо включить телевизор, послушать новости. Там вам будут дикторы говорить, наверное, быстрее. Что касается скорости, то, во-первых, это моя скорость разговора. Так я говорю и в повседневной жизни. И я не собираюсь ради некоторых желающих говорить очень быстро. Для этого вы можете посмотреть другие видео на русском языке, где люди, наверное, говорят быстрее и укладываются за 10 минут. Показывают вам партии в течении 10 минут и считают, что они вам показали партию. И я ненавижу тех, кто вот так быстро и пытаются быстро, быстро вам, лишь бы скорость была. То, что вы при этом ничего не поймёте, это гарантированно. Я думаю, что когда я говорю медленно, я говорю для того, чтобы вы в это время, как я говорю, что-то больше поняли и что-то для вас осталось в памяти. Потому что у меня нет такой цели показать вам какие-то там самые красивые партии. Для этого у меня были другие серии видео, где была цель показать красивые партии. В этой серии я хочу вам показать полезные партии. Они могут не обязательно быть самыми красивыми, или там какими-то как вечно зелёными и прочее. Не обязательно. Но это партии, из которых вы можете что-то для себя извлечь. И моя цель такова, чтобы, посмотрев это видео до конца, вы улучшили свою игру. Может быть не на много, а для кого-то может быть и на много. Но чтобы вы что-то больше поняли о шахматах. И о правильной игре в шахматы. Это может быть тактика. Это может быть стратегия. Но это могут быть партии, в которых не обязательно безошибочные. Итак, эта партия, которую мы будем смотреть, была сыграна в 1993 году. Белыми играл английский гроссмейстер Вильям Ватсон. А чёрными немецкий международный мастер Георг Сеул. Ватсон имел рейтинг 2550, а Георг Сеул 2425. И партия была сыграна в Германии. Как я сказал, в этой партии мы увидим опять современную защиту в исполнении чёрных и, соответственно, игру белых. Е4, D6. Вступление к современной защите, или, может быть, к защите пирца у Фимцева. Белые пошли КЦ3. Чаще встречается ход D2, D4. Так как ходом КЦ3 белые дали чёрным не имеют возможность при желании пойти, например, C5 и перейти в сицилианскую защиту. А может быть, пойти E7, E5 и перейти в защиту Филидора. Но чёрные не отступают от своей идеи. Играют G6. И партия перешла после хода D4 к основной позиции современной защиты. А я также вам настоятельно рекомендую посмотреть два моих предыдущих видео урока, посвящённых современной защите и атаке 150. Там я подробнее останавливался на дебютных ходах и на планах. Здесь я тоже что-то вам покажу из дебюта. Но не так подробно. Я не буду так уж объяснять. Особенно, что касается атаки 150. Белые пошли здесь слоном на E3. И, как вы, может быть, знаете из моих предыдущих двух видео, этот ход может являться вступлением к атаке 150. В этой позиции у белых есть ещё довольно много других продолжений, и я очень кратко на них остановлюсь. Это ход F4, дающий белым 60% по статистике. Но шахматная программа сразу показывает здесь равную игру. Это ход F3, дающий белым 59%. И шахматная программа показывает небольшой перевес белого. В этой позиции также шахматная программа оценивает позицию как небольшой перевес у белого. Но, скажем, после F4 она показывает равенство. Есть такой ход G5, который дал белым по статистике 62%. И компьютер показывает здесь небольшой перевес белых. ход G3, дающий белым 46% очков. И компьютер показывает здесь сразу равенство. ход Qe2, дающий белым 60%. Ход Qe2. Ход Qe2. Ход Qe2. Ход Qe2. Ход Qe2. Ход Qe2. Дал белым 50% очков. Компьютер дает белым небольшое преимущество. ход Qe4. Ход Qe4. Ход Qe4. Ход Qe4. Ход Qe4. Дал белым 50% очков. Ход Qe5. Ход Qe4. Также редко встречался ход h3, который дал по статистике белым 67% очков. Компьютер даёт белым небольшой перевес. И также редко встречался ход h4, который дал хотя белым 75% очков. По статистике компьютер показывает здесь равенство после хода Кf6. И также редко в этой позиции встречался ход f3, который дал белым 50% очков. Компьютер считает, что позиция равна. В партии белые сыграли e3. Этот ход дал им статистически 57% очков. Компьютер видит, что у белых сохраняют небольшой перевес. Чёрные здесь ответили, в принципе, самым популярным ходом в этой позиции. Это ход c6, который даёт по статистике им 41%. И компьютер оценивает позицию как небольшой перевес у белых. Также после e3 у чёрных есть ход a6, дающий им 45% очков. Но компьютер даёт белым уже чуть больше перевес. Кf6 переводит в защиту пирца у Фимцева. Он дал чёрным в среднем 35% очков. Компьютер считает, что у белых ход c6 также редкий. Ход c7 встречался реже. Дал чёрным по статистике 50% очков. Компьютер видит здесь уже больше перевес за белых. И ход c6 также редкий. Дал чёрным 50% очков. Компьютер считает, что у белых небольшой перевес. И также редко встречался ход b6, давший чёрным 50% очков. Компьютер считает, что перевес белых увеличился после хода b6. С e3, c6 было сыграно. И белые здесь сыграли ферзь d2. Этот ход давал белым 57% очков. И он является вступлением также в атаку 150. Для того, чтобы получилась атака 150, белым надо ещё поставить коня на f3. Так как сочетание коня на f3, слона e3, ферзь d2 и характеризует атаку 150. Другие ходы в этой позиции за белых. Ход коня f3 дал белым в среднем 57% очков. Компьютеру этот нравится. И он даёт белым перевес. Больше перевес. Ход h3 встречался, который дал белым 68% очков. По статистике компьютер считает, что у белых небольшой позиция равна. И реже встречался ход a4. который дал белым 64% очков. Компьютер считает, что у белых незначительный перевес. И ход g3 в этой позиции тоже встречался редко. Принёс белым 67% очков. Компьютер считает, что у белых незначительный перевес. В партии было сыграно, как я сказал, fd2. И чёрные здесь ответили ходом b5. В предыдущих лекциях мы видели также, что этот ход один из основных ответов чёрных. Он принёс чёрным в среднем 44%. Компьютер оценивает эту позицию как некоторый перевес у белых. И именно показывает ход d3. Или Kf3. Оба хода ведут к атаке 150. Компьютер даёт перевес белым. Другие ходы здесь, кроме хода b5. Ход Kf6, давший чёрным 36% очков, переводящий партию в защиту пирца у Фимцева, дающий белым возможность потом сыграть h6. То, что у них запланировано. Также здесь встречался ход Kd7, давший чёрным 47% очков. Компьютер считает, что у белых есть перевес. После Kf6 компьютер также видит небольшой перевес у белых. И ещё один ход встречался редко. Это ход Kf5, который дал чёрным 50% очков. Но компьютер сразу показывает, что перевес белых увеличился после этого хода. b5. И в этой позиции белые... Если бы белые пошли Сd3, этот ход давал им 42% очков и ведёт к атаке 150. Также у белых здесь есть ход F3, дающий им по статистике 73% очков. И эта система также важна как в защите пирца у Фимцева, так и в современной защите. И компьютер оценивает эту позицию как небольшой перевес у белых. Ну, посмотрим. 73%. Посмотрим один вариант, где чёрные делают сильнейшие ходы. Например, ход Kd7 уже уменьшает статистический перевес белым и даёт чёрным 64%. То есть после хода F3 у чёрных было различные продолжения. Белые имели 73%. А вот самый, наверное, правильный ход Kd7 уже даёт чёрным как бы 64%. Правда, тут тоже у белых много продолжений. И лучший из них по статистике Kh3 даёт белым 83%. Как мы видим, статистика меняется в зависимости... В общем, различные... И компьютер видит уже эту позицию как равную, несмотря на то, что у белых тут 83%. Кb6, Kf2. И один из ходов, который... Это ход h5 в этой позиции, который дал чёрным уже 50%. Но компьютер после хода h5 видит, что у белых некоторый перевес. С e2 также даёт белым 50%. А5. Просто посмотреть, какие планы возможны здесь за чёрных и за белых. Так как белые планируют атаку на королевском фланге ходами g4, h4, а чёрные начинают игру на ферзиум. Белые встречают ходом a4. Пешка проходит вперёд, нападает на коня. Кd1. Это вариант. Вы поняли, что это не то, что было в партии. А это я показываю вам вариант, возможный после хода f3. Теоретический вариант. С e6. b3. Прикрывает поле c4. От наскока коня. c5. Этот план мы видели за чёрных. Похожий план в предыдущих двух видеоуроках. Белые шаг слоном пользуются тем, что поле b5 уже не защищено. Чёрные закрываются слоном. Размен слонов. И короткая рокировка. Взятие на d4. Взятие слоном. Размен слонов. И конь выходит на f6. И после конь e3. Белые и чёрные достигли 50%. И компьютер оценивает эту позицию как равную. В партии после хода b5. Белые сделали довольно редкий ход. Длинная рокировка сразу. И чёрные... Вернее, этот ход по статистике даёт белым 50% очков. Компьютер видит небольшой перевес у белых здесь. Незначительный. Чёрные делают ход известной теории. Это конь d7. Который им даёт 50% по статистике. В этой позиции, так как это реже встречалось, то статистика знает здесь два варианта. Один вариант начинается ходом король b1. Теоретический вариант, который дал белым 100% очков. Но компьютер оценивает эту позицию как равную. Кb6 было сыграно. Компьютер не считает этот сход сильнейшим. Сd3, a5. Белые начинают атаку на королевском фланге ходом h4. Чёрные встретили ходом h5, чтобы не дать белой пешке двигаться дальше. Но этот ход не одобряется компьютером. И он здесь показывает уже у белых перевес. Белые выводят коня на h3. Чёрные нападают с темпом на коня. В этой позиции чёрные в теоретическом варианте сыграли слон, взял на h3. Этот ход также не одобряется компьютером. И чёрные сыграли e6. То есть, это партия, которая вошла в теорию, на которой основана теория этого варианта. Некоторые ходы чёрных компьютеру не нравятся. Ф3. Вышел наконец-то конь. Слон g5. Связка. Ферзь ушёл из-под связки. Ладья вернулась назад. Тоже ход, который бы компьютер, наверное, не сделал. Конь пошёл на d7. Ладья пошла сюда. Она для этого возвращалась, чтобы, наверное, планировался ход g4. Обоюдоострая игра на разных флангах. И после хода g4 белые достигли 100% очков. То есть, они, наверное, выиграли. Я думаю, это была одна партия. Они её выиграли. Компьютер видит здесь незначительный перевес для белых. Это был вариант король b1. И ещё один вариант, который знает теория. Это вариант, который начинается ходом f3 в этой позиции. И по теории этот вариант принёс белым по статистике 0%. Возможно, это опять была какая-нибудь одна партия. Компьютер оценивает уже эту позицию как равную. Это было сыграно конём на b6, h4, h5, конь h3. Как мы видим, похожие планы и за белых, и за чёрных. Конь пошёл на b1. Потому что если конь пойдёт сюда, то после конь c4, белые получают гораздо хуже. Так как теряет вообще проигрыш. После конь e2, конь c4, ферзь d3, конь берёт слона, ферзь берёт слона, слон h6. Ну, ещё не проигрыш. Есть ещё ход f4. Но потеря такого важного чернопольного слона уже даст чёрным очень большой перевес. Поэтому белые вынуждены идти конём на b1. Вниз ладья b8, g4. Начало игры на королевском фланге. Взятие-взятие. Но оказалось здесь, что чёрные ходом f6 нападают на пешку g4. Белые её, естественно, защитили слоном. И вот почему белые здесь получили 0% в этом варианте. Потому что у чёрных нашёлся здесь такой тактический удар. Конь берёт пешку на g4. И после того, как белые взяли, взяли... И вот теперь нельзя белым брать этого слона, потому что конь c4, ферзь d3, конь берёт слона. И если ферзь возьмёт слона, то после слона h6 уже точно белые теряют ферзя. У них нет хода f4. Пешка эта исчезла. И слон перегружен. Он защищал пешку g4 и поле c4. И вот эта перегрузка ведёт фактически к выигрышу чёрных. Так было сыграно. Белые сыграли пешкой. Но эту партию белые проиграли, поэтому у них по статистике 0. И компьютер оценивает эту партию как решающий перевес у чёрных, у которых лишняя пешка. Вот эти два варианта известны в теории. А вот тот ход, который здесь сделали белые, в теорию не вошли. И это ход, который компьютер ставит на первое место в этой позиции. То есть, это не ход cb1 и не ход f3, а ход e5, который сделал гроссмейстер Watson. Ну и эту позицию компьютер оценивает, правда, как некоторый перевес у белых после хода e5. Но тот ход, который сделал международный мастер Сеул, стоит у компьютера где-то на четвёртом месте. То есть, он бы его, скорее всего, не сделал, если бы он играл чёрными. Компьютер считает за чёрных ход b4 лучше. Но даёт белым уже такой перевесик неплохой. b4. Потом он ещё смотрит размен здесь пешками. А что, кстати, было бы после взятия? Взятия. Ну, конём бить нельзя. Это понятно. За конём стоит ферзь. А вот если бы взяли чёрные эту пешку слоном, что, собственно, хотели белые? И почему чёрные так не сыграли? Ну, компьютер показывает такой вариант, как вывести коня с темпом. Говорит, что единственный ход у чёрных здесь, это правильный, это слон g7. И это, в общем-то, была, видимо, жертва пешки. Ход e5 связан с жертвой пешки, потому что форсированного варианта такого нет. Но что здесь есть? Это вот это слабое поле на c5 у чёрных. Потому что на движение пешек c6 и b5 было хорошо, когда у чёрных здесь стояла пешка. Ну, и здесь компьютер говорит, что, во-первых, какой-то ход g4 за белых ему нравится. И он даёт белым в этой позиции перевес, несмотря на то, что белые без пешки. g4, слон d4. Ну, и также такой ход, как конь e4, который сразу прицеливается к этому полю. Ну, и считает компьютер, что у белых есть здесь компенсация за пешку. В зависимости от того, как чёрные играют. Но у белых есть компенсация, то есть шансы белых компьютер оценивает несколько лучше. Значит, интересно, что ход e5 связан в этой позиции с жертвой пешки, которую чёрные, в принципе, не принимают. Значит, в этой позиции теория знает только одно продолжение за чёрных. Ход b4. Но к нему нет никакой статистики. Не ясно. Значит, вариант есть, а статистики нет. И в этой позиции чёрные играли d5. Конь g5, белые ходили. В этой позиции уже после d5 компьютер считает, что белые стоят лучше. И вариант теоретически развивается таким образом. Здесь белые сыграли e6. Чёрные побили, белые пошли ферзём, к нему прицелились к полю g6, к пешке. Чёрные... Но компьютер считает, что здесь равная позиция. Чёрные взяли пешку, белые взяли с шахом. Король f8. Опять же равная позиция, согласно компьютеру. Белые здесь пошли конём. Хотят пойти конём на вот это поле, на f4 с нападением. Чёрные сыграли так. Белые пошли конём. И вот этот ход, который сделали для чёрных. Здесь шаг, в принципе, естественный. И взятие пешки. Но компьютер считает, что этот шаг был ошибочный. И взятие... И видит здесь уже очень приличный перевес для белых. Может быть, после хода слон d3. В обоих случаях компьютер видит перевес за белых. И довольно приличный. Но статистики этого варианта нет. То есть, в партии был... А в партии был сделан ход d5, который ослабляет вот это поле. Чёрное поле, c5. Возможно, чёрные хотят сыграть потом c5 суметь провести. Например, если они пойдут e6, они получат такую французскую структуру типа или каракан. И с идеей где-то провести c5. Может, конь e7, конь f5. Что-то такое. Значит, вот интересно, что они не стали бить на e5 пешку, принимать жертву. А вместо этого пошли d5. Ну, ход d5 компьютер не одобряет и считает, что уже здесь у белых есть перевес. Довольно приличный. И гроссмейстер здесь пошёл h4. Пошёл в атаку на королевском фланге. Так как пешка e5 не даёт коню выйти на f6. У коня будет и на h6 он не сможет выйти. Иначе у него единственный способ его развития это будет e6 и конь e7. Это два темпа. За это время белые хотят пойти h5. Возможно, h6 потом. И если вы смотрели моё видео. Партия Тиграна Петросяна, где была такая идея, что, скажем, вот вариант e6, h5. Конь e7. Ну, можно сделать какой-нибудь развивающийся ход. И, не знаю, конь f3. Если чёрные делают рокировку, то потом h6 выключает слона из игры. После слона h8 белые, хотя больше не атакуют на королевском фланге, но они играют как бы с лишней фигурой. Потому что слон h8 не имеет полей. ни на g7, ни на f6. Одна из идей. Другая идея может быть разменяться на g6 всё-таки. Значит, если чёрные берут пёшкой h, побить здесь. Во всяком случае, белые планируют ход h5. Ну, здесь компьютер никого не боится таких атак. Он не опасается и говорит, что чёрным надо было пойти f6 в этой позиции. Но международный мастер пошёл здесь h5. Решил встретить белых на королевском фланге. И собирается пойти e6 и конь e7. Потому что если он выведет коня на f5, и он считал, что ход h5 заранее готовит поле f5 для коня. Другая идея могла быть у него это пойти конь b6, прицеливаясь к полю c4. Потому что после конь c4, даже если белые коня возьмут, чёрные возьмут пешкой b, и у них будет полуоткрытая линия b против короля белых. Могла быть такая у них идея. И после коня b6 они могли вывести слона на f5. Так как слон на f5 здесь, в принципе, стоит довольно прочно. Ну, тут надо смотреть, нет ли у белых f3, g4. Но, скорее всего, нет. А конь мог выйти и на h6 тоже. Даже в этом случае он уже может и на h6 выйти, так как у него две защиты. Ну, такие, наверное, были мысли чёрных, которые белые опровергли сразу одним ходом. Вот эту позицию можно запомнить. Тот приём, который применили здесь белые, можно запомнить. То есть, если у вас какие-то аналогичные позиции где-то встретятся в ваших партиях, может быть, совсем не в этом варианте. Но вы должны знать, что есть такой ход. Такой план, точнее. Потому что ходы могут быть разные. А вот план надо запомнить. И он начинается ходом e6. Это позиционная жертва пешки. Этим ходом белые воспрепятствовали. Чёрные могут побить на f6. Во-первых, у них ослабится поле g6, которое белые могут атаковать слоном. Это понятно. Во-вторых, блокируется слон. Блокируется, в принципе, и королевский фланг. В общем, одним таким ходом препятствуется развитию фигур чёрных. Но, как мы увидим... Вот, например, тот ход, который предлагал компьютер в этой позиции. Это ход был f6. И ходом f6, видите, эта пешка и поле e5 атакует, и поле g5 держит под контролем. А вот после хода e6 и взятия поле g5 уже становится слабым, потому что оно не может никакой пешкой быть защищено. Эта пешка прошла на h5. Она уже не вернётся на h6, так как пешки назад не ходят. А эту пешку белые завлекли на e6. Она уже тоже никогда не сумеет сыграть на f6. То есть, стало беззащитное поле g5, которое белые могут занять конём или слоном. Ну и поле e5. Значит, единственная надежда чёрных здесь была бы провести e5. Вот если они смогли бы провести e5, они бы избавились от этой слабой пешки. И их слон мог бы тут тоже выйти. Ну вот, я хочу вам запомнить этот ход e6 в этой позиции. Здесь он действительно сильный. И компьютер оценивает после хода e6 эту позицию уже с большим перевесом для белых. Несмотря на то, что компьютеры любят пешки лишние. И он понимает, что у чёрных будет лишняя пешка. Вот я хочу вам показать, для тех, кто не знает, есть такой один вариант, где также встречается ход e6. Это теоретический вариант. Из другого дебюта. Это защита Алёхина. И один из вариантов защиты Алёхина. Белые играют Кc3. Чёрные играют d5. Это нормальные продолжения. И после e5 Кd7. Так играл сам Алёхин. И вот в этой позиции у белых тоже есть жертва пешки e6. Цель её также ограничить чёрных в развитии. Значит, поставить блок этому слону. Как не видно, как чёрные будут развивать слона f8. Очевидно, им надо пойти g6 и слон g7. Опять же, королевский фланг их ослаблен. Белые могут атаковать h4 и h5. Но в теории эта жертва считается не вполне корректной. То есть, например, компьютер оценивает эту позицию как равную. По теории это здесь так играется. d4, c5. Это я вам просто покажу, как... Здесь у чёрных больше шансов и на e5 провести. И у них есть такой подрыв c5 и Кc6. Но уже 6 они играют, чтобы вывести. Белые начинают атаку. Эту уже позицию компьютер оценивает в пользу чёрных. Чёрные берут. Ладья берёт. Но пешек стало поровну. Вот такой ход. Подбой. Но чёрные не берут. Потому что, наверное, после взятия этого качества и взятия конём... Ферзь здесь, если ферзь выскочит... В общем, за качество у белых будет компенсация. Компьютер показывает один из вариантов взятия на e5. Но сильнейшим он считает здесь ход... d4 он считает или слон d7. Вот по теории слон d7. Ладья отходит. Ферзь выскакивает. Связка. То есть чёрные могут рокировать длинную сторону и выиграть пешку на c5. И на размен. В этой позиции чёрные имели 100% очков. Ну и компьютер даёт чёрным некоторый перевес. То есть какая-то компенсация у белых есть за пешку. Лишняя пешка у чёрных. Но где-то в полпешки у них перевес есть. И вот в этой партии был также осуществлен ход e6. И этот ход довольно характерный для позиций современной защиты. Слон сразу нападает, прицеливается к полю. g6 к пешке. И чёрные должны её защитить. И после Кf3, значит, белые не дают чёрным сыграть e5. Ну и слабое поле g5. Два чёрных поля ослаблены. И вот идея чёрных поставить этого коня на f5. И вот на поле f5 этот конь бы всё-таки цементировал позицию чёрных. Так как согнать его отсюда пешкой трудно. Он защищён. И он и на d6 где-то всегда может отойти. В общем, такой конь на f5 был бы очень неплохой фигурой для чёрных. И вот поразмыслив здесь. Здесь компьютер, кстати, даёт белым перевес. Довольно приличный. Но он даже не рассматривает тот ход, который сделал гроссмейстер. Значит, он считает слон f4 хорошим ходом. Ладья, вот это на e1. Король на b1. Даже конь на e2 он считает. И даже ход этой ладьёй на e1. И говорит, что везде у белых перевес. Но, не знаю, он, может быть, не так дооценивает этот ход. А гроссмейстер здесь, подумав, что он делает ход и принимает решение, что этого коня надо забирать. Что он будет здесь очень неприятной фигурой чёрных. Возможно, сильнейшая фигура. И за него не жалко отдать слона. И после слон берёт на a6. У белых есть, конечно, вот такой ход, который не даёт чёрным выиграть ферзя. Ну, наш компьютер оценивает эту позицию в пользу белых. Идёт борьба за поле e5. Значит, если чёрные проведут пешку e5, то у них будет хорошая игра. А белые этому препятствуют. Ферзь препятствует ходу e5. Слон вернулся на g7. Также продолжается, думает, что, может быть, проведёт e5. Но ходом f4 белые показывают, что чёрные не смогут сыграть e5. Ну, компьютер даёт здесь некоторый перевес белым. Чёрные пошли слоном. Конь вернулся на f3, ещё больше контролируя поле e5. Чёрные видят, что белые пойдут конём на e5, ещё раз навалятся на пешечку g6. Они это предусмотрели. А брать коня на e5 они не хотят. Значит, слоном. Потому что после взятия белые могут сконцентрироваться на линию f ладьями. Чёрные делают такой ход слоном, чтобы защитить ходом ладья g8, пешку g6. И после того, как белые напали конём на пешку g6, чёрные пошли ладья g8. Ну, давайте посмотрим, что бы было, если бы чёрные взяли коня f e. Ферзь уходит. И белые начинают захват открытой линии f. И проникают на седьмую горизонталь. И после слона e8 ладья остаётся на седьмой горизонтали. И в этой позиции компьютер даёт белым очень большой перевес. Значительный перевес в связи с тем, что... Несмотря на то, что лишняя пешка у чёрных, ну, эта лишняя пешка уже никак не чувствуется. Это сдвоенная пешка одна из этих двух. Ну, белые будут играть. Ферзь g5, ладья f1. И уже компьютер посчитал тут на шестнадцать ходов вперёд и говорит, что у белых здесь очень большое преимущество. Поэтому после К e5 чёрные пассивно защищаются. И белые играют просто королём. Сохраняют перевес. Смотрят, что же чёрные будут делать. Гроссмейстер здесь понимал, что несмотря на то, что у чёрных лишняя пешка, перевес у белых. Ну, а чёрные думали, что будут защищать свою лишнюю пешку. Они пошли ладьёй. И вот тут я показал, какой манёвр задумали белые и осуществили. Так как они такой план придумали. Перевод коня с c3. Так как конь на c3 стоит... Ну, у него нет тут... Он не может ничего делать. Он просто стоит. У него нет ходов. И вот гроссмейстер переводит его с e2 на e2. Потом на g1 и потом на f3. Где он, конечно, будет стоять гораздо лучше. Он будет поддерживать этого коня и атаковать это поле слабое. Возможно, он встанет на это поле. Конь e2. Ну, чёрные пошли какую-то активность проявлять на ферзьевом фланге. a4. Конь f3. a3. b3. Ну, в общем, чёрные продвинули эту пешку. Если им в процессе игры удастся сюда, скажем, залезть ферзьём, то это будет матовая угроза. И компьютер таки считает, что перевес белых стал гораздо меньше. Что у них сейчас незначительный перевес. Здесь чёрные пошли королём. Но для компьютера он незначительный. А игравшему чёрными очень неприятно в этой позиции играть. Посмотрите на эту ладью, которая защищает пешку, но стоит тут из-за того, что здесь пешки стоят. Она стоит неуклюже. Или смотрим на этого коня, который только делает, что защищает эти пешки и не даёт ладье активизироваться. То есть ладьи чёрных не соединены. И не ясно, когда они будут соединены, что нельзя сказать о белых. Слон e8. Ещё раз защищает пешку. Белы делают такой ход. Интересно, что в партии Петросяна, когда мы смотрели, там был тоже похожий манёвр. И идея хода тоже похожая. То, что здесь кроссмейстер Ватсон осуществляет, она, возможно, подчеркнута была из партии Петросяна. Конь d7. И белые отводят коня назад, не меняются. При этом чёрные имеют ещё одну слабость на c5. Слон f7. Чёрные смотрят, что будет дальше. И вот g3. Если мы помним, было в партии Петросяна. Петросян вот таким способом перевёл слона на h3. Ладья c8. Конь стал на c5. И чёрные пошли здесь король c7. Ход, который не очень нравится компьютеру. Потому что компьютер считает, что здесь надо было взять на c5. И считает, что у белых небольшой перевес. Но давайте посмотрим, что бы было. f7. У белых появляется вот такой ход. После того, как пешка ушла с этого поля, компьютер начинает понимать, что перевес белых растёт. Чем дальше он считает? Ну, например, так. Слон h3. Слон берёт на e6. Белые отыграли уже свою пешку, которую они пожертвовали позиционно. Но у них осталось позиционное преимущество. Размен слонов. И чёрные ещё будут рады, что они могут в промежутке побить коня. Кроль берёт. Конечно, ладьёй брать нельзя из-за мата на h8. Ферзь h8. И белые начинают, скажем, вот такую игру. И сдвоение по линии e. И вот в этой позиции компьютер даёт белым решающий перевес. То есть очень постепенно он приходит от того, что он считал вот эту позицию, что небольшой перевес у белых. Но после довольно естественных ходов мы пришли к тому, что у белых уже большой перевес. Вот эта ладья по-прежнему стоит здесь. Здесь ладьёй чёрных не соединены. Пешка g6 под боем. Белые могут делать, что хотят здесь. В общем, компьютер тут даёт очень приличный перевес у белых. Чёрные сыграли королём. Белые перевели слона. Давят на пешку e6. Можно ли её вообще тут защитить? Чёрные здесь сделали королём. Значит, компьютер, посчитавший уже тут на 15 ходов вперёд, считает это большой ошибкой. И считает, что вот после король b6 у белых уже решающий перевес. Ну, одним из сильных ходов он считает здесь ход ладьёй f8. Считает, что это сильнее гораздо. Но опять же посмотрим, что могло быть. Ладья d3. И конь e5. Сильный ход. Ну и опять, если разменяться, ферзь d8. Белые цепляются к пешке b4. Чёрные её пытаются защитить. И тут вот сильнейший ход, по мнению компьютера, это вот такое предложение разменять эту пешку. Пешка a3 под боем оказалась. Белые её забирают, чтобы у чёрных больше не было лишних пешек. И вот смотрим на эти фигуры чёрных. На этого слона и эту ладью. Ладья, правда, пытается куда-то уйти. Белые атакуют эту пешку e6 тремя фигурами. Защитить её чёрные уже не могут. И ещё, по мнению компьютера, здесь сильнейший ход это вот такой. Если слон берёт, ферзь берёт, и вот такая вилка ферзя, и чёрные теряют ладью и проигрывают. Ну, это примерный вариант, который компьютер показал, который демонстрирует, что и после хода ладья f8 у белых будет всё равно постепенно решающее преимущество. Король b6 было сыграно. Белые здесь играют конём на e5 снова. Значит, одного коня они поставили на c5, и второго на e5. И чёрные по-прежнему не берут этого коня. И они играют сюда конём. Так как белые грозили взять, скажем, даже слона, и пешка e6 теряется. Ну, если бы чёрные побили коня слоном в этой позиции, белые взяли бы. Могли взять здесь. Пешек сейчас поровну. Ну, брать слона, конечно, будет проигрыш. После конь берёт и вилка. Можно взять здесь, тогда с шахом берётся конь. И после король b7 слон берёт на c8 с шахом. У белых лишнее качество и выигранная позиция. После взятия ферзём или королём белые ещё пройдут e6. Ладьи будут играть здесь со страшной силой. Например, через эту линию захватят. И они и тут уже играют. А этот слон, который против ладьи остаётся, он, наверное, там на e8 или где, он совершенно не равноценен ладье. У белых решающий перевес. В партии чёрные пошли конь f8 и не побили поэтому. И белые делают сильнейший ход, который компьютер видит. Ход b4. И теперь выясняется, что вот эта пешка a3, которая в дебюте тут маршировала до a3, что белые теперь её окружат любовью и заботой. После ладья a8, ладья d3. И удержать её чёрные не сумеют. Это было в партии. Пешка потерялась. Фc7 была сыграна. Уже эту позицию компьютер оценивает как практически выигранную для белых. Гроссмейстер пошёл в фc3. И чтобы увидеть, чем белые тут грозят, посмотрим такой, например, ход. Вот если бы чёрные сделали. Это проигрывающий ход. У белых находился такой удар. Шах. Жертва коня. Шах. Значит, если взять этого коня, то после фc5 шах, король на b7, ладья берёт на a7. И забирается ферзь, который на 7-ой линии. Поэтому если король b7 здесь, то ладья берёт на a7 шах. Фc3 шах. Единственный ход практически король b7. Шах конём. И два хода здесь на b8 и на c8. Потому что в случае король b6, сразу чёрные получают мат после ферзь a5. Например, если король c8, шах, ферзь b8 и удар ещё такого порядка. Слон наносит. И после король c6 есть вилка. И мало то, что чёрные проигрывают ферзя, они получают ещё здесь мат в два хода. А если король b8, то сразу коневая вилка. Чёрные теряют ферзя. Вот такая была угроза, незаметная после хода. Фc3. Угроза Кd7. Чёрные побили здесь ладью. Ферзь побил. Фигур поровну в этой позиции. Но позиция чёрных абсолютно проиграна. Значит, единственный ход здесь... опять у белых есть одна угроза. Например, если бы чёрные побили коня, то ферзь a5 оказался бы матом. Такой интересный мат. И поэтому чёрные здесь пошли ферзь a7. Ну, белые разменялись. Побили на c6 пешку. Уже одна пешка лишняя. И если бы чёрные пошли король a8, то они получили бы... После ладья e3 получали мат. И вот тут мы видим разницу. Уже нет ферзей, но у белых всё играет. А вот это вот здесь всё стоит. И без ферзей два коня и ладья ставят мат. Это вариант. Так как в этой позиции чёрные пошли на b6 королём. Но белые просто вернулись конём на e5. И опять же, у чёрных здесь стоят такие гробы. И в партии чёрные сыграли слон e8. Если бы они здесь побили на e5, белые могли побить пешкой d. И с чёрным надо как-то распутываться. Слон e8, но тогда ладья e3. Конь d7. Надо что-то делать, но тогда теряется пешка e6. Ладья g8. Белые ещё прицеливаются к пешке d5. Её нечем защищать. Ну, потому что король c6 это никакая не защита. Скажем, просто шаг ладьё и король должен уйти. И конь b8. Слон берёт на d5. Три лишних пешки у белых в этой позиции. Чёрным можно сдаться. А в партии после слона e8 Белые переводят ладью. Ладья e3. И переводят ладью через a3 на a6. Пешка e6 уже незащитима. Чёрные взяли коня. Белые взяли пешкой. Слон c6. Ладья a3. В этой позиции чёрные уже не выдержали и сдались. Ну, могло последовать, например, d4, хоть как-то там освобождая слона. Белые просто берут слоном эту пешку. Шаг. И просто играют королём. И ведут короля за эту пешку, забирают её. Ладья опять стоит. У неё нет хода из этого слона. Брать его тоже нельзя здесь. Шаг. Но даже если бы белые ладьё и взяли, то же самое. Безнадёжная позиция. У белых две лишних пешки. После того, как они подойдут королём, они забирают третью лишнюю пешку. И чёрные сдались в этой позиции. Ну, вот я думаю, что мы в этой партии посмотрели с вами различные продолжения белых в этой позиции. Такие как f4, конь f3, слон g5. Коротко. Возможности белых. Посмотрели после слона e3, какие ещё есть, кроме хода c6, какие есть ходы у чёрных. Это ход a6, конь f6, основные, конь c6 есть. Мы посмотрели после хода c6, что у белых есть ходы, кроме fd2, конь f3, h3, f4, a4, g3. И дальше мы посмотрели, что после fd2 у чёрных, кроме хода b5 основного, есть ещё конь f6, конь d7, ферзь a5 возможный. Ну, и дальше вот этот вариант с длинной рокировкой у белых. И с ходом e5. Такой вариант. И очень интересная жертва пешки e6. И очень интересное решение здесь гроссмейстера разменять слона на коня. Надо всегда смотреть. Иногда это может быть выгодно. Размен слона на коня. В частности, в этой позиции закрытого типа. Ну, и реализацию позиционного преимущества, которое получили белые. Постепенный зажим позиций чёрных. Поэтому я надеюсь, что эта партия будет вам полезной. Точнее сказать, это видео. Не только партия, но и видео. И что вы сможете из этого видео, если вы кое-что здесь поняли, в чём-то улучшить свою игру. Как всегда, я советую вам развернуть описание под видео, чтобы увидеть ссылки, которые я помещу. Интересно также просто открыть. Есть такая возможность, когда вы щёлкаете на моё имя. Оигнес22. То вы увидите тоже. Вы увидите все видео. То есть, например, чтобы найти вам мои предыдущие два видео. Не обязательно ждать, покажет ли вам YouTube эти видео где-то справа. А может, не покажет. А вот если вы раскроете, то есть, на моё имя кликните и увидите все видео и предыдущие. Я ссылаюсь на то, что нужно было посмотреть вам два предыдущих видео, как минимум. Которые тоже относились к современной защите. Атаки 150. Два таких совета. Там есть тоже прямые ссылки на мою страницу. И если вы попадёте на мою страницу, например, на стартовую, там есть тоже ссылки на все мои видео. Начиная с первого моего видео и кончая последнего этого видео, скорее всего. Вы потом увидите все эти ссылки. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До свидания. До новых встреч!